Дерьмо не станет лагать из-за ёбаного стима, но... Вау, охуенно, классное главное меню. Начать игру, даже выйти нету. Это чё, я в САО попал или что? Что это вообще такое? Нет, это видео. Странно, ну в общем, народ покидал, не помню ссылки, там были три ссылки, я их сразу всех открыл. Потом две ссылки на уже существующее видео на канале, а одна вот, не знаю, какой пост скинул, один из трёх, в общем, будем его так называть, скинул ссылку на видео, которое вышло каким-то образом два часа назад, но мой поиск, естественно, его проебал. Поэтому давайте ему скажем спасибо, у него ник будет теперь один из трёх, и давайте начнём смотреть эту срань. Это я так понял тоже по старинке, и три билд, вся хуйня, типа, ну не и три, а Gamescom, типа, 4К, супер графон, там типа, ультра PC, GeForce, а-ля, а-ля, вся хуйня. А чё, не будет игры сегодня, или... О, кажись пошла загрузка. Так пафосно выходит из-за экрана, типа, будто он откуда-то пришёл. Ну, это хоть не в первой части, там, где ты постоянно на сраных башнях рессаешься. Постоянно с них вот это спрыгивать, это пиздец, так бесит. Не, ну иногда, конечно, Shadow Strike можно юзнуть, в принципе, я его так и делаю. Рядом с башней по-любому кто-то ходит. 292, 272, нихья себе, какой-то Олохай эльф. В супер крутой, красивой броне. Идеально чистый такой, знаешь, ну ладно, бывает. А по-прежнему 6 капитанов, у нас 3, не, 4. И игрок слоупок. Ну ничего, ничего страшного, мы привыкли, мы с вами, ребята, уже всё, мы закалённые, поэтому... Всё, заебись, короче, погнали. Погнали смотреть эту шалупонь. Это Dark, да, Цитадель? Ну да. На заднем фоне по старинке всякие высотки, девятиэтажки. Такая дорожка, уязвимое место, знаешь. Ну здорово, мужики. Так угорают, прикольно. Я же говорю, что он, он в эльфийской броне как будто... Ну и чё это такое? Опять кого-то убивают. Сколько можно? У нас нету шпионов в ваш... Как он его убьёт? Он его скинет или что? Ну, наверное, да, сейчас проткнёт и скинет. Ну это, блядь, ваш дебил. Дисциплин, мастер. Ну, вообще лох. Просто, почему они такие... Какая вообще вот давно хотел спросить? Хотя вы тоже не знаете, вы сейчас начнёте какую-то фигню писать, но как... Они понимают, что это шпион? То есть, он же идеально был, он же их не был. Как они определились, что он шпион? Что он сделал или... Это мародёр-берсерк. Как это... Ну, я не понимаю этой логики. Как они определяют, что он шпион? Ну, то есть, типа... Да-да-да. Я таки не понял причины, почему они должны бояться. Типа, что тьма везде и почему они тогда должны бояться. Они же племя тьмы, вообще-то. Ну, блин. Как они определяют, что шпион? Блядь. Вот этот вопрос нужно было бы задать, конечно, разрабам, но... Конечно, у нас не получится, потому что мы, блядь... Ну, точнее, у меня не получится. Это уж точно. Он сразу всех призвал. Нормально. Но у нас по-прежнему мало капитанов. 4 на 6 это как-то... Не, ну это не 4 на 6. Это 4 на 6 плюс бодигарды. Это тупо. Это не честно. Сейчас будет, будто, знаете... Реально прошлый ролик. Вот сейчас по старинке опять он будет бить Талиона. Типа, слепой этот... Осадная машина будет бить Грауга. Уф, Грауга. Талиона. Нахер ты его бьешь? Ты что, такой тупой, что? Нихера себе прыжок. Спайдер-мен, что ли? Ну, ворота вы сломаете сегодня или нет? Их бы клеймить. Нихера себе изуверство. Классное. Классное. Не трогай ты этого, блядь. Вон, в бочке стреляй внизу, да. Оно же его дам... Да, дамажит. Почти сдох. Да не, заклейми и сломай эту катапульту, и будет тебе бесплатный Грауг. Это дамажит его вообще, интересно? Не, ну урон по-любому какой-то пролетает, но... Казнь тебе зачем, юзай, казнь. Там у лоха и наш умирают внизу. Ну, конечно же, всем плевать, как бы. Он, в луч арбалетчиков наверху стреляй. В эту башню, воню. Помоги же, блин, там красивый лоха умирает в красивой броне. В эльфийской, блядь. Ну, все, зашибись. Только Грауг сдох почему-то. Где-то он здесь внизу, вот он. Он стены пытался ломать, но в него стрелял Грауг и кто-то еще, потому что он в яде. А-а-а, стены ядовитые, точно, я ж не посмотрел. Стены ядовитые. Но он в ярости долбит эти стены, так что... Ворота сломаны, а он долбит стены. Боже, какой тупой ИИ вообще. Ну, хоть какой-то. Хоть такой. Сзади наши капитаны уже захватили точку. Вот еще один классный эльф, только он командир. Это хуево, значит, он бафает всех рядом находящихся рекрутов, которые пиздят наши сейчас одновременно неблокировыми атаками. Гля, гля. Да хватит мне не пить, блядь. Такие моменты надо юзать замедление времени и шедоу-страйк. И тогда они на какое-то время успокоятся, и можно будет придумать тактику. Не понял, что это на нем Урук делает. Бах, по-любому. В кого он целится? Все уже внутри. Или нет? Что это за наездник, блядь? Это не капитан, это обычный бомж, только что он там забыл. Залезь просто на Граугу, и может его скинет. А, его даже заклеймить нельзя, тишь? Ну, хп-шка хотя бы есть. Что, серьезно? Ближе подойди, может, я не знаю. Или этот тот чел мешает. Точку А захватили. Точнее, точку Б захватили, а точку А... Нет, по-моему. Да здесь все капитаны наши, слышишь? Два щитовика и один... Кто-то. Один обычный воин, походу. А, берсерк. В имперском шлеме, блядь. В ярость вошел от чего-то. Ау. А, этот лупит и лупит, блядь. Хочется, кто-то у нас есть какой-то командир? Мне просто интересно. Просрал все комбо. О, ништяк. Наш Аллахай там троих капитанов дрючит. Двух капитанов и одного вождя. Чел, флаг несет вообще. Если он его поставит, то будут рекруты долбиться, конечно. Неплохо, неплохо. О, о, о! Сейчас будет драка Аллахайов. Один в ярости. Долбит. Блин, будет казнь, интересно? Ну, конечно, не будет. Потому что, блядь, я в шоке. Хоть бы раз показали... Нет, там показали, по-моему, когда вражеский Аллахай казнил другого. Он его типа скинул и по голове долбил. Еще очень классно было. Жаль, конечно, командира нету. Командир, в принципе, полезен. Он бафает этих рекрутов жестко вообще. Да правда, с какой частотой переносит флаг? Откуда этот флаг вообще появляется? Не понимаю. Флагоносец, типа, появляется через какое-то время или что? Видеофрейм. Классно. Видео прорвалось. Нихера, если он нам бомбу кинул. Прикольно. Не, ну, конечно, не все шарят. Но почему он такой дебил? Я... Ну, он, в принципе, средний играет. Средний так. Ну, не совсем хуёво. Ниже, чем средний, но выше, чем совсем хуёво. Ебать прыжки, пиздец, что это за полёты в космос вообще? Тут баттл, я вижу, вовсю веселуха. Поднимайся, помогай. О, это всё, это чё, их вас тут больше, запиздите их. Тут один пидор на карагоре и кто-то ещё. Не, только один пидор на карагоре. Не, 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 тут ещё есть. Двадцать пятый какой-то. Щитовик. И один пидор на карагоре. Убейте их. Блин, щитовик жёсткий, блокирует все атаки Олахая. Он призвал рекрутов, походу, и они сразу сдохли, прикольно. Ну, во, во, вот это я говорил. Что такое? Это из первой части. В первой части была такая же хрень. Такие же слова, фразы. Ну и всё, последняя точка. И потом, потом должны быть ещё две точки, когда, ну, типа, за воротами цитадели придут ещё капитаны. Вожди, ещё два. И со своими бодигардами. Но бодигарды, это, конечно, жёстко. Они так мешают, пиздец. Там количество, особенно в прошлой цитадели, я в часовую версию снимал. Боже, их там вообще шесть штук было на точке одной. Просто пиздец. Если на хардкоре, то это потно было бы, конечно. Их надо было бы разделить, конечно, друг от друга. О, отлично. Рандомный рекорд убил. Не, капитана, походу, убил. Вражеского капитана. Но ничего-то не показалось это. Показалось, что просто вражеский капитан сдох. А таблички нашего капитана не было. Странно. Это баги, это бывает. Это всё-таки Gamescom. А не релиз. У тебя полная казнь. Чё ты делаешь? Стреляй усиленными выстрелами, дебил. Типа огненными, или чем ты там их закалил. Ядовитыми, или... Это тоже фраза уже была? Вау. Прикольный, прикольный поцик. Поднимай, поднимай его. Он, правда, бомж 28-го, но ничего. Хотя бы что-то да сделает. У них бисмастеры, это бесит вообще. Карагоры за них сражаются. Они наших рекордов просто имеют. О, берсерк пришёл. Берсерки в первой части убивали всех наших вражеских капитанов вообще жёстко. Они и наших долбили, биздец. В первой части щитовики берсерки были лучшими вообще. Берсерки пиздили три раза подряд. А эти щитовики, ну, как бы понятно, да, из-за чего? Из-за того, что им урон не прилетает вперёд. Блин, много наших погибает. Я же говорю, 28-й особо 40-м, 30-м ничего не сделает. Особенно 40-му. А наш Карагор будет за нас сражаться? Или типа он перейдёт на сторону бисмастеров? Просто интересно. Так, а это видео вообще... Он пройдёт эту крепость? Нет, не пройдёт. Это вам спойлер такой, он не пройдёт эту крепость. Не, ну это в принципе так понятно, да? Потому что он уже два раза сдох. Ему ещё один остался. Всё. Если он не отхилится и не переждёт. 40-й. Да казнь тебе зачем, блядь? Зачем тебе удар в обземлю? Щитовик нормальный, щитовик справится. Чёткий, пацан. Щитовик ещё точки две проживёт. Без помощи. Берсеркер почти сдох. Ему любая тычка и он упадёт на коленки. Блин, чё он такой живучий? Ни хера себе. Чё он до сих пор не броукен? У него почти минимум хп. А он до сих пор... О, теперь он броукен. Вот это у него запасы здоровья, пиздец. Третий раз. Видимо у него прокачка на 4. На 4 это... На 4 раза падение. Но все точки захватил. Осталось, да. Ещё, ещё две. Там ещё, да-да-да. Вау. Они такие крутые, вот эти накрашенные хуйни на них. Там два капитана сзади вообще-то лежит. Тебе похуй, да? Ну ладно. Лут бы подобрал, там эпический лут лежит. О, же дебил, я говорю. У тебя есть усиленный выстрел. Стреляй усиленным выстрелом. Тогда взрыв будет усиленней. Ну, по крайней мере, так было в первой части. Грауга себе создай. Ну, я говорил. Сейчас будут погибать ещё два. Это, кстати, был командир. Имперский пидор. Там у лоха ещё умирают. Им вообще урона не несёт. Никакого. Грауга, и раскидай их на точке, чтобы они не стояли в куче. Чем же ты его убил? Конченый дебил. Ой. Чел вывалился. Стрела отрикошетила. Блин, да сейчас всех своих капитанов потеряют. Неудивительно, что он сдох. Кто же ему будет помогать? Хоть бы один должен остаться, чтобы на себя внимание отвлекать. И то это должен быть щитовик, чтобы как можно дольше прожить. А иначе это должен быть... О, кстати, он щитовик пробежал. Вверху я видел. Всё, делай себе грауга и пошёл в бой. Чем же ты его убиваешь, дебил? Помоги ему, 28-й. Кстати, у него круг обновился, видите? Второй блединг пошёл. Это типа удача какая-то? Чё он? Или это только у Уолла Хайп есть второй круг? Как-то удачно. Там один щитовик всю точку тебя тащить пытается. Блин, они такие классные, такие раскрашенные. Это клёво. О, это командир. По-любасу. Вот этот с имперским шлемом, блядь. Какой-то хуйней на спине. Как это называлось? Я не знаю, я не особо в древнеримском... ...шаре. А мне показалось, это этот, агонайзер. Типа уникальный орк. Не-не-не, ты-то не вижу, тебе пиздец. Я ж тебе сказал. Куда ты пошёл? Точка Б, там чел пытается захватывать. У него четверть уже получилось захватить. Наш Уолла Хайп куда-то убежал. Теперь мы сдох. Как это четвёртый раз? В смысле? Передышка у него какая-то, видимо, произошла. Как он до сих пор? У тебя эльфийская ярость есть. Дай им пизды. Хотя бы одному. Крыса. Чё так мало урона это наносит вообще? Видимо, нам тоже увеличили хп прям пиздец. О, ништяк. О, ништяк. Теперь за нас командир. Ну, он же ж его приручит, я уверен. Капкан, блядь. А, он... Его казнят, ну да. Ну, 28-й неудивительно. Хотя это танк, у него больше хп. И почему-то видео закончилось. Ух ты. Прикольно. Ну, в общем, как-то так, народ. Ну, типа... Я не знаю, почему оно оборвалось. Ну, спасибо тебе за ссылку, чувак. Кто бы это ни был, один из трёх. Я не знаю, как тебя. Я не запомнил ник. Ну, спасибо тебе за ссылку. Я просто чё понял, почему это видео не появилось у меня в поиске. Потому что оно не указано, как Shadow of War. Я проверил его теги на ютубе. В тегах не указано, что это Shadow of War. Поэтому почему-то мой поиск... Ну, неудивительно, почему он его проигнорировал. Но всё равно, спасибо тебе, чувак. В общем, это была крепость, которая охуенно отмонтажена. И она обрезанная на половине боя. Ну, вот как-то так. Так, ну, в принципе, всё. Всего хорошего.